Доброе утро всем! А у нас вот такой прекрасный завтрак мой любимый муж сделал. У нас вообще очень было все сложно вчера, и я уже думала, что мы реально уже родим. И у меня до последнего, до вечера, прям до 11, до 12, прям схватки были. И они как будто, ну я не знаю, увеличиваются в болях или не увеличиваются, но я переживала, и мы уже думали, что все-все, это уже подходит к финишной прямой. Но мы помолились, и я знаю, что если ты приедешь в больницу, они могут уколоть тебе какое-то лекарство и остановить эти, ну, процесс родов, если он раньше начался, чем положено. И я такая думаю, ну если врачи могут так сделать, то Господь точно может никаких лекарств, Он просто целитель и исцеляет, и мы просто помолились, я говорю, Господь, если врачи могут остановить родовую деятельность, если это не от тебя, то пусть это роды, они остановятся. Поэтому я легла спать, и я доверяла, если это воля Божья рожает, значит мы будем рожать, если не рожать, значит не рожать. Утром я проснулась, ничего не было, и Алекс сказал, все, с сегодняшнего дня ничего не трогай. Поэтому Алекс пошел сразу на низ, сразу приготовил завтрак. Я там ходила спокойненько, там перебрала чуть-чуть вещи, Натанила со стирки. И потом прихожу, а у меня любимый такой вкуснятину приготовил. И Натанька уже сидит. Да, мы кушаем и бекон, если что. Ну у нас каждый раз в основном это каша молочная, но иногда у нас такой праздник, завтрак такой вкусный. Поэтому сегодняшний день будем налегке, но очень много дел, нужно и комод сделать. Поэтому будем все показывать, снимать. Да, мой любимый. Будем такой вкуснятину есть. И Васечек тут ходит. Приятного нам аппетита. Также хочу вам рассказать и поделиться, как я... Привет, мой хороший. Как я хрущу себе спинку. Что случилось? Спускайся. Скажи, мама записывает видео без меня. Давай, спускайся, человек, спускайся. Еще когда я могла ложиться на живот, мне Алик смог еще спинку похрустеть. И массаж сделать, помять мышцы мои. Но когда я уже не могу лежать на животе... Сынок, спускайся, спускайся. То на помощь приходит вот такой фомовый ролик, роллер. И я всегда на нем прокатываю спинку, если я прям чувствую, что прям что-то зажало или что. Растяжка это само собой. А вот это очень тоже помогает. Иди, мама пожарет. Иди сюда. Ножка, да. Благословляй ножку во имя Иисуса Христа. Благословляй. Скажи, а я хожу в трусиках? Это много чего узнает. Я то, что я читаю и слушаю книжку, это хорошо. Но я думаю, я не буду ждать, пока я закончу эту книжку. Да, ты хочешь играть? Буду я параллельно его садить. Ой, раньше намного было легче. А сейчас протест такой показывает. Не хочет ничего садиться. Не писать, не какать. Выбачить, ты вышло. Мама, не хочу. В общем, сыночек, давай мама покажет, как мама на фомовом ролике делай. Давай. Садись на батут туда, давай. Садись. О! Да, садись на батут. А я буду сейчас крутить спинку. Да? Вот. В общем, у нас есть ролик такой. Роллер. И басику тоже надо. Вот. Я подкладываю его так. Ух, животик мой. Вот так руки. И просто прокатываю. И просто все хрустит у меня. Особенно вечером. Перед сном. Это просто класс. И прямо вот здесь на плечках можно и наклон давать больше. pressure, давление на правое плечко. Вот у меня лебо. И вот это все мышцы просто прокатывать. Так удобно. Вот так удобно. Так приятно. Аж ближе к шее. И вот я веду. Прямо аж до вот. Да. По всему позвоночнику. Аж до копчика. И мне вот так хорошо. Это получается всем темам. Вы ложитесь на этот фумовый роллер. И он под давлением, под весом вашего тема выравнивается все косточки. Это не только беременным можно. Это всем. Но просто на данный момент я же не могу. Поднимем и Саша. И так классно. Выкручивается. Ой, телевья, куда ты ползешь? На му. В общем, вот так. Да? Теперь ты покажи, как ты делаешь. Неаааа. В общем, вот так вот мы делаем. Напомним вам роллери. Есть такие с пупыришками. А вот я знаю, что есть разные вообще. Ну вот мне как посоветовали. Вот просто такой. Как он называется? Люкс Фит. Видно, не видно? Это покупали с Amazon. Ну, короче. Я у меня в левом. Люкс Фит. Хороший, плотный. Давай, открывай водичку. Теперь пейся стаканчиком. Вот так вот. Вкусно? Может, в микроволновку нагреть водичку? Да. Давай. Так. Пип-пип-пип-пип. Пип-пип-пип. Пип-пип-пип. Пип-пип. Все, нагрелось. А сколько часиков? Который час? Посмотри на часы. Который час? Я сейчас. Да, а что это? Часы? Да. Скажи. Скажи, что это у тебя? Что это на стенке у тебя висит? Часы, да? Скажи, часы. Ты помыл посуду? Да. Покажи, как мыть надо ручками. Вот так вот надо мыть стаканчик, да? Я еще... У тебя здесь пианина. Ты включишь нам музыку, пожалуйста? Включишь? В общем... Натаня тут. И Васик тут, как всегда. Где Натанька, где мама, там ей Васик. Да, Жабонька? Привет, Зяба. Что? Что, Натанечка? Да, ты набираешь водичку? Да. Набирай так. Дай. Что это за дела? Мама пытается подбирать музыку с головы, вспоминая ноты. А дети такая маленькая. Не дает маме играть. Очень смешно просто. Очень. Да? Тебе смешно? Давай. Ой. Да что это такое? Да, это твой компьютер? Скажи, он сел. У меня здесь все село. Скажи, папе надо сказать, чтобы папа батарейки здесь поменял. Да? Классно? Тут классный. В общем, вот этот глобус тоже очень классный. И здесь часть можно до планеты. Страны. Ой, планеты. Планету, одну землю. Страны. Все тут классно очень. Сейчас, сейчас, сейчас я покажу. Видите, батарейка. Все. В общем, здесь есть у нас вот такой pen, ручка. И вот оно вот так. Нажимаешь, и оно прям сразу пишет. Какая страна. Какие животные там водятся. Какая валюта, денег. Какое население. Ну, в общем. А потом тест ты проходишь. Экзамен. Квиз. Тут есть. Да, батарейка сделала. Надо, чтобы папа сделал. Да? А вообще, молодой человек, тебе надо это соединить, чтобы ты снова резал. Где твой ножик деревянный? А? Где твой ножик? В общем, развивашки. Ну, Данил, ты пришел к папе? Ты пришел к папе? А папа будет сейчас комод строить в твою комнату, да? Да, потому что в твоей комнате нет. Ты хочешь папу снимать? Да. На, снимай. Ну, в общем, дитё блогера. Он всё снимает постоянно. Так что сейчас Алекс будет строить. И мы с Натанилом уйдем, чтобы не мешать. Алекса, да, любимый? Да. В общем, посмотрите, какой длинный. Он будет длиннее, чем тот, который был у него. Потому что Натанила комод перенесли в малышковую комнату. Малышика комнату. Ну, в общем, всё, сыночек, пойдём. Не будем папу отвлекать. Идём? Ладно, пошли. Пришли, мы смотрим. Алекс уже всё разложил. Вот всё по полочкам поскладывал. По этим. И что тут? Алекс говорит, как это крутить? Говорит, пальчиками. Смотрите, реально, здесь нет ни кончика, ни... Начало, ни конца. Пальчиками крути. Говорит, вы реально? Вы серьёзно? How? Нет, это невозможно просто. Ну, а что делать? Сейчас пойду искать, чем это прикладывать. Сейчас ты показал Натаньке. Сейчас Натанька будет помогать. А я знаю. Так, Натаньел, давай ножки правильно ставь, да? Всё, мы уже теперь Натаньела исправляем, чтобы он не сидел неправильно, да? Да, чтобы позе W не сидел, Натанька. Вот. Всем спасибо, кто переживал. Мы исправляемся. Ну, в принципе, я думаю... Ну, батюш, я же скажу, это... Для Алекса нет ничего невозможного. Ты бачишь, какие ты крутышка. Где? Натанька, спасибо, что папе помог. Да, я, в принципе, не знала, что W поздно, но мне кто-то говорил, что это не очень полезно. Но я как-то не сильно обращала внимание, а потом начала больше изучать, и всё. Сыночек, садись так. Так удобно. Или вот так. Вот так давай. Давай, позе Лотоса можешь так сесть. Ноженьки вот так. Да? Вот так, да. Как лягушонок. Сыночек, ты же не лягушонок? Не лягушонок? Лягушонок. Я сейчас уже складываю вещи, которые я разложила вчера на кроватку детскую. Сейчас уже полностью, уже вкладываю во все ящики, уже бамперсы достала на единичку, потому что знаю, что Натаньева родился у нас такой крупненький. Вообще, в больнице, когда ты рожаешь, ну, в роддоме, да, то там дают newborn бамперсы, все пелёночки дают. То на newborn я совсем не переживаю, что будет, не будет. Я даже не покупала newborn бамперсы. Только единичку и все. И один, два, три, четыре, до пятого размер. Как раз в Костку были скидки, и мы накупили очень много ящиков. Поэтому у нас в гараже сейчас очень много бамперсов в ящиках. Сложно всё ещё, когда я была беременна, где-то, ну, несколько месяцев было. Я увидела скидки и думаю, надо срочно брать. Вот. То... Вот, обустраиваю. Уже куча бамперсов. Единичек положила. Какие классные штанишки. Тёпленькие. Надо смотреть. Двойные. Тут такие двойные, видите. Это ж надо. Я до сих пор, прям, мне прям так обидно за то, что я просто из-за меня, из-за того, что я не знала, как, на каком режиме сушить и стирать, уже будучи мамой, уже второго ребёнка, я так стянула вещи. У меня так много сейчас всех на один сезон, получается, на все на один размер. Потому что все постягивались и стали один. Ну, ничего страшного. Я уже со своими девочками, мамочками поговорила, спросила, как они стирали. Почему я это раньше не спрашивала? Не знаю, думала. Я думала, что я уже всё знаю. Так что не стыдитесь. То, что вы, допустим, уже в чём-то так много лет возитесь, допустим, как я вот мама, уже два года. И опять, типа, спрашивать стыдно для кого-то, но не надо стесняться, не надо стыдиться. Потому что я постеснялась кого-то спросить. Я думала, что я уже всё знаю. Надо было переспросить. Поэтому вот, испортила трошки вещи. Ну, не испортила, они что-то не покрасились. Просто они все стянулись. Жалко то, что я покупала все до 12 месяцев. А они все у меня, получается, до 3-4 месяца будем использовать. Ну, до полгода точно. В общем, что у нас здесь? Это на Ньюборн, который я хочу собрать и в роддом уже. Кстати, у нас есть вот такая, как мерная лента, но не лента. Ну, в общем, она должна на стенке висеть. Она у нас висела в том доме. Жалко, оторвался один кончик. Ну, ничего, Алекс, мастер, на все руки приделает. И вот я тут как раз писала. Вот на Теню был 90 почти сантиметров в год. И почему зума нет? Год и 10. В общем, что у нас здесь есть? У нас здесь есть, смотрите, какие они. Ньюборн памперс. Прямо новорожденные. И какой уже единичка. Вообще разница существенная. Здесь у нас, получается, рулончиками поскручивала. Это бодики, только рукавчики. Это только штанишки. Есть штанишки с носочками, есть штанишки без. Это полностью эти пижамки вместе, ручки, ножки. А это уже бодики постарше. Если эти заканчиваются, ну, по размеру маленькие, уже переходим сюда. Потом переходим уже сюда. Это тоже постарше. Штанишки. И это уже самое старшее. Вот это 6, это 9-12 месяцев. Но они вообще выглядят, как на полугодовалого ребенка. Очень жалко, что стянулось. А так, представьте, вот это все, что я купила на год. Ну, это несмотря на то, что у нас еще есть одежда от Натенела. А так вот, мне кажется, даже как-то или из-за того, что я рулончиками поскручивала, то такой, кажется, так не так много вещей. Но мне кажется, на Натенела у нас было больше вещей. Или нет? У нас еще вот такое я купила. Вот это от Картерс. Вот от Картерс, получается, идет бодик с длинным рукавчиком. Кофточка вот на 3 месяца. И штанишки. Я вот думаю, может быть, бебечку в этом везти домой. Или не в этом, но в этом. Думаю, может быть, в этом. Ну, помимо того, что будет еще там тоненькие, там, может, штанишки. Ну, смотря, когда нас выпишут, или утром, или вечером. Наверное, вот этот, потому что тут капюшончик есть. И он такой плотненький. Даже если и пижамку одеть, и потом сверху вот эту кофточку. Вот Натенкины трусики. Вот я его принес. То будет очень классно. И тут утепленные штанишки, получается. Наверное, все-таки я вот это заберу, костюмчик. И мы с роддома привезем его такого. Да, еще носочки. Вот, кстати, носочки я не стирала. Может быть, их стоит постирать. Но хорошо, что я их не постирала. Потому что они бы все стянулись еще на размер. Так я теперь знаю. Кстати, давайте я же вам расскажу, что же я знаю. Я узнала, что нужно, кто новая мамочка, новая мамочка, прилечь, присесть. В общем, скажу. Если вы стираете детскую одежду, это то, что я услышала. Может быть, я ошибаюсь. То, что вы будете знать. И напишите мне тоже. Если вы стираете детскую одежду, нужно стирать в холодной воде и деликатной стиркой. А сушить на low heat. На low heat это, ну, типа, медленное, ну, как, я не знаю. Это прохладный воздух. Не medium, а прям low, low heat. Такой прохладненький-прохладненький, чтобы оно не стягивало. У меня еще есть в стирке, ой, в сушке тоже деликатная сушка. Так что в следующий раз я буду стирать на деликатной. И потом буду еще и сушить, стирать в холодной и сушить на low heat деликатной. Вот. Стараюсь больше отдыхать, чтобы не перенапрягаться. Продолжаю слушать книжку про party training. Все хочется быстрее на Теннела приучить к горшку. К унитазу, вернее. Но все-таки я поняла, что нужно горшочек забирать. Я уже маме сказала, что попросила, или можно, чтобы я горшочек забрала, тот, который я дала маме. Потому что в книжке автор говорит, что лучше ребенка приучить к горшочку, чем к унитазу. Потому что он сам может потом по нужде подойти к горшку, снять штанишки и сесть. Вот. Поэтому хочу уже с завтрашнего дня начинать. И... Ну, вернее, я каждый день продолжаю садить на горшок, на унитаз. И каждый раз ношу его, ну, одевая ему трусики. Но так как там автор сказала, что там методика определенная, что первый день ребенок должен быть в определенных условиях, второй день тоже другие условия, и третий день еще другие условия. И это закрепляется целую неделю. Ты должен это делать, чтобы полностью довести до усовершенствования. Поэтому, да, то, что я делала, оказывается, это все не то. Надо начинать было по-другому. Надо было раньше эту книжку слышать. Ну, как есть. Ничего страшного. Но Дэниел понимает, что такое писать, какать в унитаз. Но чтобы так... Любимый! Ну, шо вы тут роботы? Вау! Какой красивый! Ты покакал? И ты даже не сказал, что ты какать хочешь? Ты не сказал, что ты какать хочешь? Сына! А шо ты такие? Пока Алекс там собирает полочку, комод, мы уже с Натенелом тут уже сделали все. Все, чтобы приготовить сейчас сырники. Да, у нас полтора килограмма здесь творога было домашнего. Я добавила сюда 5 яиц. На каждых 300 грамм, кто не знает. На каждых 300 грамм я добавляла 2 ложки столовой муки, 2 ложки сахара и ванилин. Вот такие у нас пропорции. На 300 грамм тверога одно яйцо идет. Из-за того, что сырники... Ой, творог изначально был такой прям... Такой прям сильно влажный, мне пришлось добавлять больше муки. И он все равно не такой прям, как я всегда делаю. Сырники, наверное, опять будут такие более мягкие. Ставим огонь не сильно большой, когда мы сырники будем жарить. Хорошо? Чтобы они успели проготовиться. Ты хочешь к маме помочь? Маме я. Подожди, давай мама поближе тебя поставит. Держись за маму. Или за стол. Бери один сырник. Только не бросай. Вожи, Роберт. Не бросай, сынотик. Все? Хватит? Не, 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 не так. А вот так. Скажи, тесто слишком мягкое. Это у нас будет на завтрак еда. И мы и сегодня будем кушать, да? Господа Христа Я буду помнить все его дела Буду спеть ему Аллилуйя 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 Ура! Уху! Хлопай, хлопай! Еееей! Я вон! Вау! Какой комод! Да ты, Нил, комод! Да! Это вещи все твои, которые... Ну, мама же все поскладывала Эй, человек, ну иди сюда В общем, красоту Алекс построил Какой огромный комод Теперь все нужно сложить Класс! Этот комод покупали в Айкея О, все, Натанил пошел стирать Класс! Класс! Вот все крутяк! Вот все мастер! Наденька, смотри, какой комод! Ты заметил? Ты не заметил даже! Это твой! Это твой! Наденька, это твой! Тебе нравится? Да! Да? Папа красоту сделал! Все? Пошли теперь! Все! Вот столько вышло Сырников На полтора килограмма Творограмм Из полтора килограмма Что? Ай! Ай! Натанил все время Когда слышит, что я с кем-то говорю А в основном камеру только включаю Сразу начинает Ай! Ай! Вот! Я уже съела сырники Наденька тоже поел И Алекс попробовал Вот такой у нас Будет уже завтрак на завтра А сегодня у нас уже 9 вечера Все! Будем ложиться спать! Всем спокойной ночи! Пока! До встречи завтра! Надеюсь! Пока!